Добрый день всем! Знаете, чем я тут занимаюсь на работе? Клиентку жду, чтобы она пошла денежки сняла с банка и заплатила мне. Конечно, трудная работа была. Вроде бы, как, знаете, легкая, а потом, как начинаешь делать, это очень трудно. Я впервые такое делала, но клиентка ушла довольная. Знаете, англичане, хоть они как бы не особо ходят в парикмахерский там, хотя это видно, что ходят, но они очень привередливые, я обратила на это внимание. Вот, и она стояла вся и туда-сюда смотрела. В общем, с ней целый день, целое утро прокрутилось, провертелось. Потом она говорит, а у тебя нет этого, вот, карточкой заплатить, блин. У нас тут, можно сказать, деревня, здесь бабушки, у них и карточка-то. Ну, есть, конечно, но они мне не пользуются. Я говорю, нет. Она говорит, ой, ну я пойду вниз, я работаю на горе, вниз пойду, тогда деньги сниму. Вот видите, доверие какое. Хотите ее знать? Ну, как знаю, я ее видела пару раз. Вот, она на ломаном испанском разговаривает. Вот, говорит, в понедельник приду. А, самое интересное, я ей сделала укладку. Обычно, в кольчане, они не укладывают. Ну, а это, говорю, сделаю мне, потому что было интересно посмотреть результат. А не на уложенных волосах результат, как бы, не особо заметен. И, в общем, я ее уложила, она такая вся, ой, 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 ой. А я, знаете, крашу ее, сама думаю, блин, понравится, не понравится. И такая, ой, it's beautiful. В общем, ей понравилось. То рогает волос такой, я ей потом еще сделала всякие масочки, херасочки. В общем, на понедельник, в понедельник я выходная, она говорит, ой, у меня в понедельник этот, фотки будут делать. Ты меня можешь уложить? Давай, говорю, в 4 часа, короче, придет. Если, конечно, заплатит, представляете, если... Сейчас это... Она меня обманула и мне ни хрена не заплатит. А я на нее потратила, наверное, часа 4. Ой, смех и грех. Да, Чарли? Вот так, ногти у меня вчера были черные отмыли, сегодня они у меня будут красными. Жизнь парикмахера, она такая. Руки разноцветные. Каждый день. Я еще сегодня накулючилась, кофту надела вот эту вот теплую. Еще жилетка а-ля меховая. А что-то на улице тепло, знаете. Я проснулась утром, что-то замерзла. Думала, что холодрыга на улице. А нет, нормально. Так что хотела в Меркадон съездить, но уже поздно, а у меня ничего приготовленного нету из еды. Надо рыбу жарить. Поэтому если я в Меркадон пойду, если я туда и сюда, то уже будет ночь. Так что в Меркадон я поеду завтра. Завтра уже суббота. В субботу тоже не люблю по магазинам ездить, потому что там очень много народа. Наверное, в понедельник съезжу. В понедельник у меня там тоже какие планы. В общем, неохота мне ездить в магазины, потому что хочется очень сильно жрать. Сейчас она придет, и я пойду домой. Обещала не это. Самое интересное, она пришла, знаете, в меховой жилетке тоже, но в сланцах. В сланцах. Без носок, без всего. Как так? Это они чудные такие? Правда, чудные? Скажи всем привет. Скажи привет. Не хочешь? Скажи привет. Не хочет. Пожарила рыбки. Думала, анчоусы есть. Что-то нету. Пришлось авокадо сделать с медиями. Ну, тоже вкусно. Вот здесь пол авокадо и маленькая баночка медий. Так что, такой у меня обед. Всем приятного аппетита. Время чая. Сейчас посмотрим наш лимончик. Боже, какой запах. Смотрите, сколько сока. Вот так берем. Конечно, самый вкусный там внизу. Ну, и этот тоже ничего. Можно еще добавить. Кашу маслом не испортишь. Будем сейчас чай пить. Пока это все заваривается, я пойду белье сниму. Если что-нибудь закрывается, не пойму. А, все, у них вниз. А, все, закрылась. А кто она тут загорает, лежит себе? Витамин D принимает, а? Кто это тут такой красивый? Лежит, понимаешь ли. А там чучий мой надрывается, поет. Слышите? Это соседи. Какие-то они дикари. Вечно не поздороваются. Вообще здесь удивительно, чтобы люди не здоровались. Здесь здороваются везде и все. А эти какие-то... Знаешь, идешь там, например, зайдешь в этот, в подъезд. Вот у него вот такой дикари. Как будто эти... Не знаю, какие-то... Ну, как пахнет вкусно. Дикари, короче. Хотела в воскресенье замутить барбекю. Ну, там шашлык, машлык, все дела. Так, нет же. Погода передает. Это дождь. Вообще дождь был у меня по расписанию, как говорится, в понедельник. Вот. А сегодня, смотрю, уже все. На воскресенье дождь передали. А я говорю, пойду мясо куплю. Кефир. Потому что мне нравится мясо замачивать в кефире. А все, дождик будет. Какая-то это... Штормовое предупреждение опять идет. Но оно уже начинается там на севере. До нас, знаете, может быть, эти штормовые предупреждения и не доходят. Ветер какой. Так что вот так. Плана. А у меня вино там есть такое вкусненькое. Типа газировочки. Думаю, сейчас шашлычок себе нажарю. Свинцом. Так будет вкусненько. Ням-ням-няшечки. А что же в воскресенье, если будет дождь, то и гулять с Чарли нельзя тогда. Но там оно что-то передается в обед. Может быть, я еще и успею. Потому что так это целый день дома сидеть с ума. Можно сойти от скуки. Ну ладно. Пока пойдем к морю. Сходим, посмотрим, что почем и как. Потому что завтра... Ну, завтра я поеду на море. Там уже. К Салабрине. Да, Чарли? Тебе нравится гулять? Еще бы ему не нравилось. Не совсем понимаю, кто это. Это, походу, нырять. Или, знаете, учатся нырять. Я так думаю. Подводное плавание или что-то в этом роде. Потому что не сурфисты точно. Какие-то как инопланетяне. Фалдамассы какие-то. Такие смешные. Такие костюмы интересные у них. Сегодня на пляже такой ветерок, знаете. Надела наушник. Не знаю, слышно меня. Ой, а он как раз вот вылезет. Вот так, наверное, слышнее будет. Видите, какой ветер. Что они там делают? Вообще, вы знаете, вот подводное плавание, конечно, меня заманчивое заманивает. Но, как бы это объяснить. Я, когда под водой ныряю, я начинаю, не знаю, задыхаться. Даже вот я люблю под водой плавать там в маске, всем делами. Но, когда я куда-то долго плыву, то потом начинаю как бы задыхаться. Давление на меня, что ли, вот морское это влияет или что. Но у меня есть одна клиентка, которая живет в Канаде. Она просто кайфует. Вот, когда она приезжает сюда, то она прям, я не знаю, зимой или летом она всегда в море. Чарли, а там два? Керебан нету? Ого, видите, засерятый мой. Сирун. Да, да. Всего боится. Вот ветер какой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что-то в шею дует, прям ветер такой ледяной, скажем так. Новости вам расскажу, какие у нас тут что происходит. Во-первых, третий день подряд, наверное, у нас тут рэпер один оскорбил короля в своей песне, вот, публично. И его, короче, за белые рученьки и, в общем, посадили. Начались протесты, там всякие митинги, молодежь сбушевалась и начала крушить все на своем пути. В Барселоне, ну, а вот на следующие дни, причем все это ночью происходит, присоединились другие крупные города. Причем крушат все на своем пути. Магазины, не магазины, похеру. В общем, молодежь, наверное, уже сходит с ума от нечего делания. И вот им дали повод, и они пошли протестовать. Мне кажется, даже больше половины этих, этой молодежи, не знают, что почем и как. И зачем все это они делают. Потому что страдают обычные, например, витрины, магазины, которые вообще не имеют отношения к этому, никакого к этому рэперу, ни к королю, ни к кому. Ну, и зачем их крушить, да? Если ты крушишь мой магазин в протесте чего-то, значит, это ты протестуешь против меня, правильно? Я беру палку и даю тебе по голове, потому что иди, как бы, возмущайся, кому-то доказывай. Ну, мне-то что, зачем доказывать? Ну, в общем, в основном, это молодежь, даже несовершеннолетняя. Страдают кто? Обычные люди и полицейские, которые делают свою работу, получая за это поносу. В общем, да, молодежь, ну, это, мне кажется, знаете, такие тупые люди, молодые, которые не обучены, ничего, и просто вот им они встали. Вставай, страна огромная. Куда, зачем, что им вообще пофигу, по барабану, лишь бы вот крушить все на своем пути. И вторая новость у нас такая, что вот на Марс сегодня третья уже по счету, ну, в интернете полазила, испанская метеостанция высадилась. Вот, а я все, знаете, я же умная, я же все сопоставила, что, почему. И именно в такое время, во время пандемии, когда нас вакцинируют, в общем, знаете, к чему я пришла, к какому выводу. И это все делается для того, ну, во-первых, придумали пандемию, да, придумали, сочинили, вот, все мы теперь ходим, как зомби и болеем. Потом, бац, придумали прививку. Вы думаете, это прививку они придумали? Хрена. Таким образом они нас чипируют, они внедряют в нас чип. Знаете, для чего? Я даже очки вот так подниму, чтобы вы видели мои правдивые глаза. Те, кто будут с чипом, вы думаете, они зачем на Марс-то полетели? Они сейчас там построят разные вот эти вот дома, чтобы этих чипированных людей отправить на Марс. Да, чтобы, знаете, мы там жили и размножались. Поэтому нам внедряют этот чип, чтобы мы там смогли выжить. Вот, потому что эта земля уже переполненная. Там некоторые говорили, нам делают разные прививки, чтобы нас убить. Ни хрена. Это нам делают эти прививки, чтобы нас отправить на Марс. Сейчас они там все разузнают, все построят нам всякие постройки. И вот те люди, которые чипированы, ну, типа с прививками, да, вот, они их сразу вот отправят. Прививка начнет действовать, чип, через 21 день. Ну, они, эти люди уснут, и их отправят на Марс. А иначе для чего они поехали на Марс-то? Именно во время пандемии и времена, когда вот всех чипируют. Только для этого. Ведь какая я умная. Так что, друзья, те, которые не верил в прививки, не верил в вирус, вы все правильно делаете. Будьте бдительны, иначе вас всех отправят на Марс. А на Марсе мы какого, мы же не знаем, есть там жизнь, нету там жизни. Как мы там будем жить? Это же нарушение прав человека. Но так как мы будем чипированы, иначе нас только для этой цели нам все это делают, нам будет все пофиг. Потому что, как бы, наш уже, мы же чипированы. Наша я уже будет, как бы, загнана под далеко и надолго. Вот, и, в общем, вот так, будьте бдительны, все это неспроста. Вот, в одно и то же время. А то иначе, во время пандемии и на Марс. Угу. Только ради этой цели все делается. Так что вы правильно говорили, что прививки это зло, это чипы. Что, вот, видите, все ко всему сопоставляется. Все именно так. А у нас вчера, знаете что, у нас в городе-то, что-то какая-то ошибка была. И, короче, все ломанулись. Всем прививку-то эту назначили в одно и то же время. И все там такое столпотворение было. Вот. Это только-только подсказывает, это вот подтверждает мои слова. Понятно вам? Вот так вот. Вон, что оно. А мы думали, болезнь, вирус, корона, нихрена это все для того, чтобы отправить нас на Марс. И чтобы мы там были, как мыши, на нас исследование будет ставить. Выживем ли там или нет? Представляете? Вообще. Так что, пользуйтесь моим умом. Это еще надо додуматься до такого. Не, ну, есть, конечно, поумнее меня. Но все равно. Ой, смехом, конечно. Ну, то, что третья метеостанция испанская высадилась на Марсе, это действительно правда. И правда, что там будут искать жизнь. Если жизнь, потому что там выбрали специальное место, как будто вроде бы в каком-то кратере там вроде как есть признаки того, что там вода. Ну, а понятно, где вода, там и жизнь. Правильно? Вот. Я надеюсь, люди поняли весь мой юмор, весь всю мою шутку. Вот. Хотя, вот я, знаете, думаю, вдруг некоторые поверят, что это правда. Мои друзья, все это шутка, конечно. Никто никого не будет отправлять. Хотя, знаете, по телевизору показывали там билет. Значит, двое ведущие, одна другому говорит. Я тебе билет покупила на какой-то 2028 год, что ли. На Марс полетишь. Ой, не могу, они смеются. Так что вот так вот. У нас теперь две главные новости. Рэпер и... На Марсе ищут жизнь. Вот смотрите, какая красота. Дома холишь, лелеешь, поливаешь, блин. Чего только не делаешь. И ни хрена. А здесь вот, посмотрите, вот. Растет. Никто не ухаживает, ничего. И какая красота, а. Среди черемой. Блин. Не, ну правда, а. Мне так они нравятся. Это каллы же, да. Вот вам, пожалуйста, на дороге. Хотела монтировать влог. У меня что-то программа монтажа не фурычит второй день. Вчера что-то тормозит, тормозит. Сейчас перезапускаю ноутбук. Посмотрим. Вот. И все. Буду с вами прощаться. До завтра. Всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.